Международный день птиц Постепенно он стал замечать, что некоторые птицы отличаются красотой Некоторые пением приятным тоже стал выделять Даже со временем, с большим временем, часть видов птиц люди одомашнили Вот всем известны нам куры, гуси, утки, они имеют диких предков Но человек вывел новые породы И не только для питания, а и для красоты Павлинов, например, приручили, одомашнили И они радуют красивым оперением А некоторых птичек для пения, канарейки, щеглы Ну а наши земляки, северные крестьяне Мы будем говорить о деревенских жителях Они как раз ближе всего к природе Живут в природной среде, берут из нее все для жизни И к птицам они относились тоже своеобразно Прежде всего, конечно, смотрели как на источник пищи Так, в северных уездах Архангельской губернии Птиц заготавливали во множестве таких видов, как гуси, утки Где-то более южные районы Там рябчики, куропатки, барвая, дичь Это глухари, рябчики, тетерева И были такие примеры, что на пениге, например, рябчиков заготавливали очень много И обозами по санному пути мороженых рябчиков отправляли даже в Санкт-Петербург и Москву Ну, отношение у людей к разным видам птиц было как бы разное Так ворон, ястребов недолюбливали Из-за чего? А из-за того, что они могли утащить домашнюю живность Цыплят, кур Ну, приходилось следить и как-то неприязненно относились А такая птица, как сорока белобока Рядом с человеком всегда жила И к ней такой неприязни не было Наоборот, ее любили, любовались Сама по себе красивая, контрастная окраска такая у нее И характер задорный, боевой, жизнерадостный Никогда она не бывает нахохленной, хмурой, унылой Независимо от того, какая погода, покушала ли она Ну, ждали с нетерпением прилета скворцов Как бы прилет скворцов знаменовал уже начало весны Готовили домики-скворечники Ждали Люди передражнивали даже диких голубей Вот мне запомнилось с детства, что дорожнили в деревне А у них характерный такой разговор у голубей И люди на слова перевожили Под кустом сижу Крашанку крошу Вот в таком духе примерно Люди были рады общению с птицами С удовольствием воспринимали появление кукушки Она как прилетит, сразу голос подает И кукование разносится далеко, хорошо слышно И люди говорили, кукушка стала куковать Морозом больше не бывать Это означало, что можно рассаду высаживать на грядки Потому что ночных заморозков больше не будет И говорили так еще Лучше нету той поры Когда кукушка кукует Светло, зелено, тепло Люди с удовольствием наблюдали за палаткой птиц Вот такая птичка была Данная сейчас есть трясогуска В деревнях ее называли плишка Говорили, плишка прилетит, весь лед истолкнет У птичек в этих возрасте гузок Есть такая привычка бегать, стремительно по льду носиться Ну вот лед сейчас уже освободился от снега Он чистый, голый И птички бегают И так говорили, что вот какая-то неведомая сила у этих птиц У плишек, где она пробежит, там лед и трещнет Ласточек любили в деревне И хозяева под крышей дома, у кого были гнезда ласточек Этим как бы гордились даже Считалось, что ласточка Ласточка – это оберег дома от пожара Вот поэтому ласточек оберегали, гнезда берегли Никому не давали разорять Ну, сейчас время немножко изменилось Промысловая охота сходит на нет Птичкам стало жить, может быть, с одной стороны вольготней Но человек давит экологией своей Вырубаем леса, меняем места обитания птиц Подрываем кормовую базу Перестали прилетать к нам скворцы Скворцы, вот всегда мы их любили, а тут их не стало А почему? Оказывается, они зимуют на юге нашей страны Большая часть скворцов И там применяют на полях ядохимикаты Для борьбы с водителями Скворцы едят этих отравленных гусениц, насекомых И погибают Но зато появились другие птицы Дрозды, которых раньше и знать не знали у нас А теперь их столько развелось Особенно на дачах, в поселках, в деревнях Что они съедают под чистую урожай ягод Как может обернуться все Но, к счастью, просторы нашей области велики Есть места нетронутые или малотронутые Малонаселенные И птицам живется вольготно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok